Вчера я, ну как, по возможности, прям не совсем все, но по возможности, ну здесь вот, наверное, все листья обрезала, потому что все было зараженное, сухое. Напоминает мне это в прошлом году, как примадонна у меня стояла, еще с каким-то, вот такие цирыбалки стояли в примадонне, и еще какой-то такой же, а, целочек, по-моему, такой же у меня стоял, голый. Вот так вот одни цирыбалки у меня торчали, и я не помню, один даже, по-моему, выкинула, может, не выкидывала, не помню, но что-то у меня оставалось, не было времени, плюнула, пусть там и стоят, потом они у меня так разрослись еще к концу лета, поэтому выкидывать я ничего не буду, пусть стоят, потом посмотрим в конце лета что-нибудь, зато у меня будет здесь поле для экспериментов. Не знаю, усыпаны они, конечно, помидорами, маленькими, мелкими, удастся ли мне их вырастить в размер, не знаю. Ну, красные вот эти вот начали уже краснеть, но это нормальный размер, там заявлено 115 грамм для них, для вот этих вот ранних помидор. Если бы их было то количество, которое задумано, это было бы очень даже за глаза, но, тем не менее, к сожалению, отходят они от этого стресса, как вы видите, так листочки-то отпускает. Не все, но отпускает. Новые кусты, новые усы, новые сорта. Такие ягоды крупные. И вот смотрите, на одну спелую приходится несколько вот такой гадости. Это она обработанная от всяких гнилей, медным купоросом. О, смотрите, какая ягода из гнила. Ой, это вообще жесть. Через полметра что-то взошло, что-то не взошло. Тоже вот послушаешься, насмотришься. Это я посмотрела в интернете. Говорит, используйте, сажайте на кофейную гущу. Очень здорово все. Угу. Причем я ее на кофейную гущу, а сверху песочком. И что? Вот посмотрите, как жалко. Значит, что мне нравится сажать вот здесь вот под деревьями кабачки и тыквы. Им нравятся в тенечке. Вот на солнце вообще не растут. Не хотят расти. Не хотят. На солнышке расти. Им не нравятся. А в тенечке, когда и солнце есть, и тенечек, им все нравится. Надо маки обрезать. Мне просто лилиерсы, я хочу показать. А это у меня вот хосты сидят, лилейники и высокие-высокие ирисы. В том году они не были высокими, а в этом году что-то понравилось им. Может, подкормила. Может, еще что-то. Но они вот стали такими высокими, как они и должны быть с меня ростом. Сидят они в таком порядке. Раз в шахматном. Здесь по краям две. И туда, с того боку одна. Но смотрите, какие они здоровые. А эту я пустила. Думаю, пусть как каемочка так разрастается. Такая будет хоста. Для цвета. Но эти тоже не отстают. Они особое место-то не дают. И ирисы тоже. Они отвоевывают. Ну, такая у меня композиция получилась. Что вот эти высокие сзади, как стена. Эти по краям, по центру. Ну, а тут лилейники. Два разных вида. Мне понравилось очень, что у меня вышло. И мне прям вот это вот больше всего нравится. Клумба. Вот такая красота. Лилии у нас сидят по краюшку. Вот здесь вот. Там еще очень красивые тоже будут лилии. Потом покажу. Но здесь вот букеты. Смотрите. Посмотрите, сколько было бы ягоды. Сколько было бы ягоды, если бы ей ничто не мешало. Посмотрите. Наверное, пока все спят, я ее съем. А то сейчас все прибегут. Вот так. Ягода крупная. Хорошая. Ну, вот видите. То ли подвержена сорт. Какая сладкая. Что с огурцами? Ну, как я думаю, что это огурцы. Надеюсь, что это огурцы. Хотя вот это точно не огурец, что это. Не знаю. Может, я сюда дыню запихнула. Кто его знает? Я уже не помню. То есть огурчики начали расти. Ну, или не огурчики. Что это? Я не знаю. Начало расти. Вроде бы как огурцы. Так. Что касается перцев. Не удаляю я нижние листья. Хотя, конечно, надо. Видите? Больные вот эти листья удалить. Возможно, удалю. Потому что мне не нравится их вид. И оно вот сюда идет. Ну, да. Уже выходные. Сегодня, может, вечерком сяду. Удаляю больные. Совсем желтые. Такие. С черными вот этими точками. Видите? Квадрис держит эту болячку. Хорошо держит. Молодец. Действие вот такое. Лист покрывается пленкой. Этому грибку, либо бактерии. В зависимости от возбудителя. Что за болезнь. Потому что анализ я не делала. Что за болезнь, я не знаю. Но предполагаю, что это черная пятнистая стоматов и перцев. Ну, может быть, и альтернариоз сюда присоединится. Или как он там называется. Не могу сказать. Но смысл в том, что болеют. И вот он что. Он лист этот закрывает пленочкой. Этой бактерии, либо там грибку. Нечем там дышать. И он сдерживается. Таким образом погибает. Ну, или что-то там. Но растение все равно, оно уже больное. Поэтому для профилактики лучше это делать. Вот эти вот были обработаны сразу. Как я их высадила. И как вы видите, что все равно они все больные. Вот до самого верха. Вот такая вот пятнистость у них. Вот самые верхние. До самого края. Вот видите. Вот все покрыто пятнами вот такими. Это вот признак этой болезни. Кстати, кто не знает. Нехватки марганца. Нехватки магния. Они на нижних листьях проявляются. Они на всех подряд. У меня такое ощущение, что она хочет здесь что-то отложить. Так. Ну, почему не удаляю нижние? Да ничего не хочу. Уже мне, честно говоря, поднадоело. Пусть растет, как растет. Эксперимент же. Жирные, толстые растут. Всего им хватает. По листу я их периодически обрабатываю. То есть, вот недавно, когда обрабатывала квадрисом, там был... Недавно, когда обрабатывала квадрисом, там был магний. Когда я обрабатывала магний, ой, когда обрабатывала макалинофосфат с квадрисом, вот я их тоже обрабатывала. И перцы обрабатывала. И огурцы обрабатывала. Перцы мне по пояс. Вот. Стоят. Такие молодцы. Старовые, хорошие. Навоз они любят. Прям. У меня так было в первый год, когда я сделала грядку. Они мне... Ну, его рост были перцы. На навозе. Огромные. Один, два, три, четыре. Это болгарский красный. И, по-моему, оранжевый, что ли, перчик. Ну, я как-то к перцу равнодушна, поэтому я вот только вот в лечо добавляю, в салат добавляю. Не могу сказать, что прям вот без перца я жить не могу, но перец все-таки люблю добавить в блюдо, поэтому его саживаю. Ну, не заморачиваюсь, покупаю болгарский перец в магазине и сажаю. Так, ну ладно. Этих я сегодня, как выяснилось, здесь не 7, 6,8 и 7, поэтому еще можно их немножечко что-то им дать, плюс лимоночки и полить. Этих я под корень ничем не поливаю, как и перцы. Только по листу, когда что-то делаю, по листу добавляю. Но довольные жизнью, абсолютно все у них хорошо. Будет ли или нет отваливаться цветы, посмотрим. Будет ли что-то завязываться, тоже посмотрим. Это уголок эксперимента. Даже не знаю, что это за помидор. Детерминанты, индетерминанты, непонятно. Я думала, что детерминанты, они растут еще, может и нет. Я вообще шла к этим. Шла к кабачкам. О, кто тут у нас, рыбку кто-то ест. Да? Это я подмела. Полотни ничего не надо, так думаю, хоть подмету. Вот подметала. Полотни действительно ничего не надо. Я, конечно, не зря потратила время, которое я должна была на броняки потратить, потратила здесь. Сделала новый геотекстиль на огороде. С той стороны, с этой стороны. Это мне упрощает жизнь. Мега упрощает жизнь. Айду я вот сюда. А, хочу показать горох с меня ростом. Цветет. Листья крупные. Гороху все нравится. Ну и кукурузу тоже ничего. Где тоже есть метелочки. Вот. Вот метелка. Вот метелка. У меня огурчик выскочил. Шла я. Кабачку. Мне не нравится, что кабачок вот этот вот. Он, видно, жирует на навозе. Ну, хорошо. Видите листья. То есть свет. Кабачку нужен свет. Поэтому сейчас несколько листьев я уберу. А вот этот вон уже большой. Его можно сорвать и скушать. Что я сделала? Я убрала листья. Потому что, во-первых, много листьев. Не завязываются. Пчелы, может быть, не видят. Знаете, как? Не опыляют. Светом мало. Поэтому, видите, какие толстые вон корни. Не корни, а стебли. Жирует. Еще ни одного кабачка не дал. Поэтому Света я ему дала. Кабачку. Листья лишние убрала. И здесь даже убрала. Чтобы кабачок вот он. А то что-то других не дает. На один все уходит. Растет. А других вот цветов нет. Я думаю, что теперь у этого дела пойдет. А то он как-то себя сильно хорошо стал чувствовать. Теперь, наверное, начнет давать мне кабачки. А то он раз, два, три. До этого три уже выкинула. Не завязались. Вот так вот. Смотрите, огород вот. Хотела показать. Здесь я морковку сажала прям в песок. Прям в песочек посадила. Я его полью вечером калийной селитрой. Добавлю немножечко. Нет, наверное, к монокалийным фосфатам добавлю. Калийной селитру я уже добавляла сюда. Вот теперь можно и... Ну вот, чуть-чуть попало. Там у меня нет морковки, да? Ну, хоть здесь, может быть, вырастет. Посмотрим. Монокалийным фосфатом пройдусь. Ну вот, такие у меня красавчики. Ничего, заставим их работать на нас. Очень красивый горох. Фу-фу-фу-фу. Здесь я досаживала свеклу. Ну ничего, тоже что-то растет. Тут у меня огурчиков сидит. Лебели, по-моему. Лебели, да. Может, и пойдет. Ну вот он, в общем-то, весь и огород. По большому счету. Смотрите. Огород заключается в нескольких грядках. Вот грядочка лука. Здесь вот пару кубочков. Здесь морковочка. Там зелень сидит. Здесь тоже лук. Грядка эта 10-метровая. Здесь у меня сразу кукуруза, горох, редиска. Потом редиску уберу. Можно будет тайкон посадить. Или еще что-то. Ну, найдем место, что посадить. А вот здесь очень хорошо растет зелень. Петрушка, укроп в тенечке. Солнышка хватает и тенечек. Мята, салат какой-то там. Зеленушка, короче. Слива. Желтая. Очень вкусная. Очень. Пока я не вижу опылителей. Сейчас покажу дыньки. Мои дыни и арбузы на грядке. Это вот те, которые я посадила уже непосредственно в саму грядку. Когда у меня здесь сидела тачница торпеда. И первая вылетела от корневой гнили. Прям вообще. А вот эти ничего выжили. Когда они не заболели, я припорошила их золой. Потом через сутки подкопала немножечко. Ну, это корешочки. Немножко прям сверху. Ну, зола, наверное, сделала свое дело. И вот тут вот обработала. Ну, саму вот эту вот прикорневую шейку. Обработала. Гошеный известь. Чуть медного купороса. Так, смотрите. Я отломала уже. Отщипнула, видите? Все. Поэтому Это дынька алтайская. Вот так вот она выглядит. Будем ждать к 20 числам, что она поспеет июля. Остальные цветут. Вот эта вот цветет еще только. Вот они, женские цветочки массово. Цветет. Вчера я ее подкормила под корень калийной селитрой. Первый раз. Подкормка была еще только первая с тех пор, как я посадила. До этого по листу все. Когда все опрыскивала, тогда и здесь опрыскивала. Так, вот эта, смотрите, завязалась. Вот она. Ну, пока я... А я уже ее общекрыжила все. Пусть растет. Как только общекрыжешь, они начинают лучше плод расти, чем... Будет расти плодик, а не это. Вон еще. Тоже там опрыжила уже все. Все там нормально. То есть, потихонечку будем ждать уже дыньек. Когда я буду замечать уже дыньки какие-то подрастающие, я буду отщеплять, чтобы не росли плети. Вот арбузик. Ну, правда, женских еще я ни одной не видела. Растет только мужик. Женщин не видала на нем конкретно. Так, вот это уже лакомка медовая дыня. Вот, видите, цветет. Лакомка медовая. Но она попозже, поэтому таких больших плодов еще нет. Есть небольшие, но тоже хорошенькие. Тут из одной у меня аж три растет. Я не стала удалять. Мне жалко было. Посадила три. Все три начали расти. Хорошо. Думала, может, какие погибнут. Одну оставлю, самую сильную. В итоге пожалела. Теперь растут все. Ну и ладно. Ну вот, пока так. Пока вот так. Так, сейчас покажу корни корешочки какие у них. Сейчас посмотрим где-нибудь как развиваются корни. Смотрите. Вот это корни дыни. Все усеяно корешочками. Видите? А это от соломы, мицелий всякий разный. Я специально положила, чтобы она гнила и углекислый газ выделяла. Растения это любят. О, улитка. Вот улитку мы уберем. Улитки нам тут не надо прячется. Думает, мы их не найдем. Видите, тут влажно. Поливать мне тут ничего не надо. Я не поливаю. Не поливаю. Потому что влаги хватает. Но вчера, говорю, я пролила с той стороны и подкормила. Так вот, когда это все гниет, начинает выделять углекислый газ, а это им все нравится. И здесь тоже положила. Она может подгнивает вот здесь, но сверху она сухая. А углекислый газ, который выделяет при гниении это солома, органика, она тоже полезна. Пользу вызывает. Ботва, видите, какая хорошая на углекислом газе. Углекислый газ им нужен. она не любит это дело. И снизу углекислый газ в корне. Корни вон как радуются. Видите, корешочки. Вот они, корни. Питаются этим углекислым газом. Снизу корни, они же вылезают поближе. А ботва, вот эта зелень, она вот отсюда берет. тоже неплохо. Мне кажется, ей все нравится. И поливать не надо. Я не поливаю. Потому что сейчас дожди идут. Вот этот купол, он все-таки препятствует проникновению этой влаги таким образом, что если здесь бы все заливало, если бы не было пленки, я закрываю, когда начинается дождь сильный. Вижу, что он будет. Мы закрываем, торцы открыты. А когда вот солнце, открываем для пыления. Я как-то все года, вот что я сажала предыдущие два, или сколько уже, два года, или три, я не открывала. Оно у меня все там росло, я не трогала. В этот раз имеется возможность, поэтому мы открываем. Но когда нет дождей, я даже не закрываю. Потому что пленка, она сама по себе в течение дня нагревает. земля. Земля там теплая, она не дает выпускать тепло. Плюс еще вот это сено, как подушка. И там гниение идет, тоже тепло от этого выделяется. Ну, посмотрим, что получится. В общем, что загадывать, надо смотреть результат. Я в прошлые разы оставляла с каждой, у меня было восемь, например, кустов, по две дыни. Так вот, шестнадцать дынь. Ну, тут я даже не знаю, сколько у меня, потому что я не знаю, сколько выжило. Потому что там у меня в одной три сидит. Если здесь шесть, то еще там добавить. Ну, даже пусть будет восемь дынь. Ну, по две оставлю, уже шестнадцать опять. Неплохо. Плюс еще потом осенью, ближе к концу лета вот эти пойдут. так, это у меня зова. Я немножечко разбавила уже здесь с водой. Сейчас эту эссенцию добавляем, переводим в доступную форму с выделением углекислого газа, по-моему, ацетата кальция, если не ошибаюсь, по-моему, в легкорастворимую форму. Субтитры сделал DimaTorzok Я много отзовы здесь, поэтому я эссенцию добавляю. Уксусы замучаешься, или тебя уже бутылку вон вылила. Я сразу сделаю много, пусть стоит. Мне надо дыньки подкормить кальцием, эти огурчики, ну, много чего, короче. Идет выделение кислорода, ой, углекислого газа. Сейчас, вот так сюда. Ну, вот. Реакция еще идет, пузырьки идут, и наш кальций становится легко растворимой в форме. Кстати, я туда кинула и карбонат, кальция, таблетки у меня были дома. Три штуки туда кинула. Сейчас, пока пузырьки идут, он растворится в гидрокарбонат. Хотя, возможно, с уксусом, если, то может и нет. И химик может подсказать. Карбонат кальция при реакции с уксусом, по-моему, тоже вот цитаты. Ну, тут я не знаю, как. Там, если через карбонат кальция пропускать культиокислый газ, он становится гидрокарбонатом. Но тут же реакция сразу с водой идет. Поэтому не могу сказать. Это вот надо быть химиком. Я химию, честно говоря, терпеть не могу. Но то, что форма станет доступна, и калий, кальций будет более доступна. Это точно. Поэтому сейчас мы лаком с бумажкой и узнаем, что у нас тут получилось. Кстати, сейчас с приборчиком сравним. Довольно кислая среда. По крайней мере, не щелочная. Так, пусть сохнет. А я приборчик возьму. Этот прибор, он не для воды, он для почвы, но все равно померяем. Потому что там написано, если почва очень влажная, либо очень сухая, он не меряет. значит, в 1М, хотя не знаю, показывает сейчас 6,8. Хотя нет. 6,2. 6,6. ну, не щелочная. Подождем еще 30 секунд. помните, он как прыгал, когда 30 секунд проходил его, 5,2. Я про это говорю, что надо подождать 30 секунд. фиксирует как 5,2. сейчас еще 10. Для полной точности лучше было ровно. Так, еще здесь 5 секунд, и все. Так, ну, ладно. 5,2. 5,2. сравниваем. Ну, вы знаете, да, не врет приборчик-то. Посмотрите, лакуцевая бумажка между 5 и 6. То есть, действительно, 5,2. А приборчик-то показывает правильно. Вот так вот. Реакция, если закончилась, не, еще не закончилась, он шипит. Пусть он переходит в растворимую до конца уж. А потом мы будем поливать и пользоваться. Я разбавляю его, добавляю туда, ну, как маточный раствор, добавляю при поливе и поливаю. Огурчики сегодня полью. 5,2. Это хорошо. Там, как раз у меня уже 6,8. Самое то. В леечку и поливать буду. С утра решила на завтрак сырничка сделать. Давно уже не делала. Вот у меня сгущеночка, земляника свежая, с сахаром перетертая. Все 33 удовольствия. Почти все нажарило. Последнее у меня тут осталось. Кто не любит сырники, я не знаю. Ну что, двойной каскад попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok